Утро продавца Артура Григоряна начинается с принятия товара. Это он делает быстро, ведь некоторые покупатели приходят вместе с ним. Крупы и макароны – общепринятые лидеры продаж. Из них можно приготовить множество блюд – от армейского плова до простой, но полезной каши. Макароны российского производства дешевле, но не хуже импортных. Цены варьируются от 35 до 70 рублей за пачку. Макароны берем часто. Вот видите, у нас в основном доброде, который у нас покупатели хорошо берут. В последнее время не так, но маленько поднимались в цену. Да, вот зависит это от пшеничного, от муки. Они тоже все поднимались в цену. Поэтому они все друг с другом связаны и вместе они все поднимались. На втором месте по популярности, по словам продавцов, рисовая крупа. Ташкентский рис стоит 60 рублей, отечественный – 50. Продукт, который сложно найти в других странах – гречка. Диетологи считают такую кашу самой полезной. Не просто так, ведь в ней содержится большое количество витаминов В. Она богата на калий, кальций, магний, цинк, селен и медь. Придает человеку уверенность на весь день. И по цене доступна – 25 рублей за килограмм. Манная крупа чуть дороже – 35 рублей. 85 рублей цена – овсяной каши. А любимые многими мюсли стоят 110. Товары бакалеи по-прежнему самые популярные у иркутян. И это неудивительно, ведь цены на них самые демократичные. Вот этот пакет гречки стоит всего 35 рублей, а накормить им можно целую семью. По мнению социологов, гречка и макароны – одни из главных блюд на русской кухне. Хотя употреблять их нужно в меру. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова